Здравствуйте, в общем, этот выпуск хочу посвятить одному из важнейшему аспекту подготовки профессионального бойца. Это спортивные препараты питания и оптичные препараты, помогающие восстанавливаться нашему организму, проходить все экстремальные, сверхоэкстремальные нагрузки физически, без потерь. Итак, хочу показать вам один из важнейших препаратов, этот препарат панангин. Есть куча аналогов к нему, наших русских, они намного дешевле, но я пользуюсь панангином. Очень важная в составах это магния и галия в этой таблетке. Они нужны для нашего поддержания, нашей сердечно-сосудистой системы. Очень важная вещь, я ее предпринимаю постоянно, когда тренируюсь, когда нет. Стараюсь не принимать препараты, так что, ребята. А дальше покажу вам все остальное в свою течении. Итак, следующий препарат это мельгама. Это группа, здесь в общем в одной ампуле собрана группа витаминов В. Мы знаем, что некоторые витамины группы В вместе не сочетаются, но здесь их сочетали. Я их применяю внутренне-мышечно, под предписание врача, через день, 10 дней, как профилактические для мышцы, для нервной системы профилактика. Это очень важная тоже штука. Витамина В не хватает, потому что при нагрузках на организм все витамины работают намного интереснее. Так, следующее. Вот это легкое открытие спортивных врачей. Я вам хочу сказать, что сейчас этим пользуются многие-многие спортсмены-профессионалы. Раскрываем небольшие секреты, потому что я, насколько видел, ребята не рассказывают про свои препараты, чем пользуются в спортпитании, медицинских и так далее. Стимол. Цитрулиномалат. Расскажу вам, что он делает. Он помогает выводить с мочой, с потом, так скажем, лактат. Лактат – это простенародная молочная кислота. Из-за этого быстрее мышцы восстанавливаются, и вас не крепят, не болят мышцы. То есть, ну, его больше двух недель нельзя использовать. Почему? Потому что организм привыкает к нему и нет реакции. Вот, запомните, стимол. Я им пользуюсь. Очень крутая штука. Кислота. После тренировки два пакетика я разложу и выпиваю. Два пакетика в день. Так, дальше. Ну, и боксеры меня, наверное, поймут, что это такое. Это ноотропил. Пироцетам в народе. То есть, это более дорогая версия, более качественная ноотропил. Это для сосудов головы. Витамин для головы, так сказать. В активной фазе подготовки я им не пользуюсь. Почему? Потому что, ну, идут удары по голове. И, ну, мне кажется, что он сейчас не нужен. То есть, я пользуюсь его перед боем. Пользуюсь, когда активная часть подготовки спаррингов закончена. Мне нужно восстановить мою голову. То есть, вот. Вот такие внутренние вены я им пользуюсь. Вот. Ну, и перейдем. И еще есть ряд препаратов. К сожалению, у меня их сейчас нет на руках. Но в следующих выпусках, я думаю, мы про них расскажем. Так, немножко в сторону отодлиним. Итак, ну, и следующие банальные-банальные препараты спортпитов. Еще раз скажу, что это личная моя такая аптечка, мой спортпит. Чем я пользуюсь, что я чувствую, что она не работает и что мне нужно. Самым активным я пользуюсь, это BCAA. Вот этой фирмы, Optin Nutrition, я пользуюсь. Я их кушаю, применяю, принимаю как дуб питания для восстановления мышц. Потому что мои мышцы используют очень много протеина. А BCAA, это, вы знаете, самый важный. Ну, из важнейших протеинов можно ставить аминокислот. Которыми нужно пользоваться. И мышцы вам скажут спасибо. Вот это они. Так, креатин. Креатин я пользую где-то до первой явно силовую подготовку. Это подготовки. Потом я его убираю. Почему он задерживает воду? А как вы знаете, я гоняю вес. Мне нужно 10-12 кг с ограбки, а креатин задерживает воду. Но он дает прибавку в силе. То есть я его пользуюсь, когда занимаюсь железом, когда много борюсь, когда активно набираю силу. То есть креатин. Дальше. L-карнитин. Ну, L-карнитин все знают, что такое, опять скажу просто. L-карнитин помогает вам освобождать жиры и использовать их как в энергии. Это очень-очень важно и помогает взять вам лишнюю энергию, когда вы сидите на диете, на сушке, когда гоняете вес, когда ограничиваете себя в еде. То есть вот эта вещь помогает. Почему эта фирма? Вот попробовал эту фирму, посоветовал специалистами. Ребята сказали, что L-карнитин во всем мире делается из одного сырья. Так что не стоит гнать разные-разные фирмы. То есть я взял самую простую, самую дешевую, пользовался и на себе попробовал. На себе это все работает. Так, в сторону. Ну и протеин. Считаю вот эту фирму самую лучшую, одну из лучших протеинов. Это протеин MetaPure. То есть это изолят. Чистый изолят, который без лактозы, без всяких сахаров и примесей. Чисто вот 52 грамма протеина на 100 грамм. Вца 11 грамм. И сладковой глюкозы вообще ничего нет. То есть он прирост жира не даст. То есть почему я им пользуюсь? Ну им пользуюсь я относительно, когда не могу перекусить. То есть у меня есть там 30-40 минут, я на диете. Мне нужно быстренько закинуть протеину, чтобы мой организм проработал. И у него всего много углеводов, которые перейдут в жиры. То есть вот такая вот вещь. Ну в принципе все, буду дополнять еще, чем-то еще буду находить, какие-то вещи буду выкладывать. Спасибо, ребят, до свидания. Ставьте лайки, следите за моим каналом, подписывайтесь.